МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости, о которых сегодня говорят. В России возрождаются традиции строя отрядов. Студенты МГУ на летнюю практику отправятся строить Керченский мост. В Перми судят бывшего муниципального чиновника, подозреваемого в хищении у государства, 89 земельных участков. О самом важном и интересном готовы рассказать и новости на ТНТ. В студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Начну выпуск с сообщения, которое пришло к нам из соседнего Соликамска. Сегодня утром там чуть не начался ледниковый период. У нескольких тысяч жителей одного из центральных микрорайонов города неожиданно остыла система отопления. Внутри домовые заморозки начались из-за аварии на теплотрассе. Ранним утром тепло исчезло во всех многоквартирных домах третьего микрорайона Калищиков, в двух детских садах, школе, гимназии и педагогическом колледже. Практически целый день почти 7 тысяч человек ждали, когда батареи вновь станут горячими. В 5.30 на котельной Соликамского теплоэнерго возросла подпитка. С 40 до 80 тонн запрыгала, что говорит о том, что где-то есть порыв на сетях. При отключении, при порыве сети теряют воду, так скажем по-русски. Теплоноситель завоздушивает. Специалисты выехали в течение часа, почти обнаружили. 6-10 обнаружения было. В районе 11 утра произвели сварочные работы, но постепенная подача тепла заняла время. Долгожданное потепление в квартирах жителей центра Соликамска наступило только к 6 вечера. В продолжении коммунальной темы к нам в редакцию стали поступать звонки от березняковцев, которым впервые пришли квитанции за капитальный ремонт и сразу с большим долгом за два года. Евгения Кокшарова постаралась выяснить, где платежки пропадали все это время и как людям избавиться от статуса должник. Вот 5 тысяч перечислили нам пенсионерам за 16-й год. Всем по 5 тысяч. Вот сюда уйдут. А хотела сапоги купить. Сапоги купить уже не получится. Придется весну встречать в старых, изношенных. Нина Дмитриевна одна из тех, кто по неволе стал должником. За два года ни одной квитанции, никакого напоминания о капремонте. А вчера раз и огорошили. Квиточек с долгом на 6 тысяч рублей. Оплатить надо в течение трех месяцев. Накладно. Особенно если пенсия всего 10 тысяч. Небольшая пенсия, конечно. Если бы каждый месяц они раскладку сделали по 274 рубля, я еще могу такие деньги заплатить. А вот сразу, ну тут написано в квиточке, за три месяца можно. Но это все равно по 2 тысячи получается. Конечно, это накладно. По телефону мы связались с руководством фонда капитального ремонта. А свои накладки там объяснили тем, что у регионального оператора не было данных. И сейчас фонд готов войти в положение граждан. Для тех собственников, для кого платежные документы пришли впервые, мы предоставляем рассрочку до одного года. Нужно обратиться в адрес регионального оператора с заявлением о предоставлении рассрочки. Мы предоставим рассрочку, но этот период не будет насчитываться пенни соответственно. Своё заявление можно отправить по электронному адресу, который вы сейчас видите на экране. Кстати, все контакты также есть на сайте регионального оператора. Фонд 59.ру. Наболевшие вопросы можно задать и по телефону горячей линии. 8 800 700 63 72. Если вы до сих пор не видели ни одного квиточка за капитальный ремонт, помните, скоро на ваше имя придёт долговая бумажка с кругленькой суммой. Поэтому у вас два выхода. Либо срочно сообщить об этом региональному оператору, либо заводить копилку, которую с каждой зарплаты откладывать деньги на капремонт. Помните, платить по счетам всё равно придётся. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Из должников в льготники. Пожилым людям государство и в этом году продолжит возмещать расходы на капитальный ремонт. Правительство России уже распределило субсидии между регионами на выплату в 2017 году компенсации гражданам старшего поколения. Общая сумма субсидий составит более 2 миллиардов рублей. Пермский край получит на эти цели из федерального бюджета 73,5 миллиона рублей. Софинансирование региональной казны 69 миллионов. Напомним, с 1 января 2016 года в Пермском крае введена компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов для пожилых граждан. Одинокопроживающим людям старше 70 лет оплачивают половину стоимости взносов. Собственникам старше 80 лет расходы на капремонт компенсируют в 100% размере. Выплаты осуществляются путём перевода средств на счета граждан или с доставкой на дом. В прошлом году компенсация на оплату взносов предоставлена более чем 20 тысячам пожилых граждан. Чтобы обязательные платежи в госбюджет не стали неожиданностью, налоговая инспекция напоминает о необходимости подать декларации о доходах. Если вы не успели это сделать в январе, поторопитесь. До окончания срока подачи документов осталось ровно два месяца. Налоговую декларацию обязаны представлять индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты. А также граждане, получившие доход по договорам дарения или аренды любого имущества, например, квартиры или автомобиля. Также декларируют доход люди, оказывающие платные услуги, и те, кому посчастливилось выиграть в лотереях. Отчитаться перед налоговой нужно и при продаже имущества дома или машины, если оно было у вас в собственности менее трёх лет. В обязательном порядке декларируется доход от продажи акций, а также другие доходы, при получении которых не был удержан налог на доходы налоговым агентам. Чтобы подать декларацию, у граждан есть ещё срок до 30 апреля. Далее последует штраф от 1000 рублей. Заплатить налог на доходы нужно до 15 июля этого года. В противном случае начисляются пени, так что лучше позаботиться о налогах сейчас и, как говорится, спать спокойно. Всю интересующую информацию, а также программу по заполнению деклараций формы 3НДФЛ можно найти на сайте налоговой службы в разделе «Личный кабинет». Сейчас сделаем небольшую паузу и сразу продолжим. Реклама на ТНТ. Не переключайтесь. Продолжу выпуск. Нескорое дело со скорыми. В одной из предыдущих программ мы рассказывали о проблемах деревень Таман и Быстрое, которые отрезаны от цивилизации отсутствием дорог. Федеральный закон об обеспечении граждан скорой медицинской помощью в пределах 20-ти минутной доступности здесь нарушен по всем статьям. К решению проблемы подключилась прокуратура. В ходе прокурорской проверки стало известно, что Таман и Быструю должна обслуживать Березняковская станция скорой помощи. Сейчас в деревнях нет даже фельдшерских пунктов. Врач приезжает время от времени и принимает в помещении сельсовета. А экстренно вызвать медиков в деревне не представляется возможным из-за отсутствия дорог. Действуя в защиту прав граждан, прокурор обратился в Березняковский суд, где было принято решение об удовлетворении искового заявления в части обязания Министерства здравоохранения Пермского края обеспечить жителей деревень медицинской помощью в пределах 20 минут. Чиновники Минздрава попытались оспорить это решение и подали апелляцию в Краевой суд. Однако и там судья встал на сторону жителей Тамана и Быстрой, оставив постановление в Березняковской редакции. Исполнительный лист уже направлен в Краевую службу судебных приставов. Пермское министерство здравоохранения должно решить проблему в ближайшее время. Общий срок 2 месяца. Но все прекрасно понимают, что такое пункт скорой помощи. Это дополнительные затраты, денежные средства. Тем более, что я так понимаю, что раз была апелляция, значит никто не предполагал, что решение может устоять. Таким образом, никто не заложил денежные средства в бюджет. Прокуратура города Березняки инициировала этот иск и, естественно, будет контролировать окончание его исполнения. Сегодня в свои права вступил последний месяц зимы. Но мы-то с вами знаем, что уральская погода именно в феврале богата на неожиданные холодные сюрпризы. Расслабляться рано, а вот утепляться в самый раз. Бархатистый мутон или благородная норка. Изысканные, удлиненные, молодежные, классические. В холодную зиму меховые красавицы подарят своим обладательницам тепло и ощущение неповторимости. Что еще нужно, чтобы чувствовать себя настоящей королевой? Ведь еще с незапамятных времен на Руси именно мех считался символом уверенности, власти и собственного достоинства. Если вы засыпаете и просыпаетесь с мыслями о новинке в своем шкафу, если замираете перед витринами меховых салонов, значит, вам пора отправиться на поиски шубы своей мечты. Рады представить вам новую коллекцию шуб из норки и мутона. Огромный выбор цветов, моделей по фабричным ценам, а также в наличии большая коллекция курток и пуповиков. Поверьте, наши цены на любой дошелек. Красивое и качественное изделие даст вам не только ощущение уюта, но и сделает вас еще прекраснее. На выставке продажи от Кристи вам помогут подчеркнуть свою индивидуальность. Каждая модель неповторима, имеет изысканную отделку и разнообразную цветовую гамму. Здесь представлено более тысячи изделий на любой вкус, цвет и кошелек. Ярмарка ждет березняковцев только со 2 по 3 февраля во дворце имени Ленина. А в Соликамске выставка пройдет с 4 по 5 февраля в ДК завода «Урал». Александра Зеленина, новости на ТНТ. Каждую первую субботу февраля по всей России отмечают День встреч выпускников. Неважно, сколько лет прошло со времен вашего выпускного вечера, 10 или 40, бывшим одноклассникам всегда есть о чем поговорить. Где в эти выходные можно отметить праздник с друзьями своей юности, узнавала Евгения Кокшарова. Песни «Модерн Токинг» и комбинации «Дружеская компания» и стол полный аппетитных язв. Поколение 80-х и 90-х знает толк в отличных тусовках. Поэтому один из березняковских клубов решил вернуть солидных и состоявшихся людей во времена их безбашенной юности. Вечеринки «Ретро-Фэб» – лучший способ снова почувствовать себя 17-летними. Сегодня мы отмечаем День свадьбы моей сестры. День свадьбы. Потому что практически тем же составом, что и 27 лет назад. Это вечеринки нашей молодости. Обстановка красивая, интерьер красивый. Очень кухня мне понравилась, очень все вкусно. Нравится музыка, потому что это музыка нашей молодости, нашей юности, молодости. Что это за красотка за диджейским пультом? Подборку лучших треков для березняковцев готовит диджей. Радио «Ретро-ФМ» и телеведущая Наташа Селиванова. Не будем скупиться сегодня на добрые слова для любимых и близких людей. Подходите, пожалуйста, передавайте записки мне. Может быть, вы хотите передать привет. Приснаться в любви. Ретро-вечеринки – это не только улетная дискотека, но и развлекательная программа для интеллигентной публики. Благодаря приглашенным гостям вечеринка становится незабываемой. Вот, например, накануне наступления Восточного Нового Года мастера Березняковского Тэквондо устроили настоящее шоу. А в следующую пятницу гостей клуба ожидает такое. Секретов раскрывать не будем. Напомним лишь, что в эти выходные вся страна отмечает День встреч выпускников. Так что у вас еще есть время собраться всем классом или с студенческой группой и встретиться в уютном месте, чтобы вновь зажечь, как тогда на школьной дискотеке. Ретро-вечеринка с клуба МАДО состоится в субботу, 4 февраля, начало в 19.00. Вход бесплатный, но строго с 28 лет. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Последний месяц зимы самый короткий. Березняковцам наверняка уже не терпится, чтобы поскорее прошли эти 28 дней февраля. Наступила весна и улицы согрело теплое солнце. Мы попросили горожан, жаждущих обновления природы, помочь долгожданной весне прийти поскорее. Весна идет, весне дорогу. Давай, весна, весна, приходи скорей. Я ее просто жду не день рождения весной. Так что просто пускай же придет, чтобы было тепло и все замечательно. Весна, приходи скорей. Пришла и оторвала голову нам, чумачечая весна. И нам не до сна. И от любви схожу я с ума. Чумачечая весна, чумачечая. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43 17 11. Вы смотрели главные новости города, далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь, с вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и хороших вам новостей. Во второй день февраля в Пермском крае снова будет пасмурно, обещают синоптики. Местами возможны обильные снегопады. В Перми минус 15 градусов, в Александровске 14 мороза, в Губахе также 14 ниже нуля. В Кизеле столбик термометра будет на отметке минус 16, в Соликамске 14 градусов со знаком минус. В Березниках в четверг температура воздуха ночью минус 14 градусов, в дневные часы столбик термометра будет на отметке минус 13. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 2-4 метра в секунду. 2 февраля солнечная активность слабая, геомагнитное поле слабо возмущенное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин